Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы приготовим очень вкусное блюдо, которое называется бризоль. Бризоль это второе блюдо и его можно подавать с любыми гарнирами. Давайте же скорее начнем! Поехали! Я подготовила 1 кг говяжьего фарша. Пока его отставляем в сторонку. Сейчас мы нарежем лук. Слишком мелко резать не буду, просто на несколько частей, так как дальше я его буду измельчать. Вот на такие кусочки. Теперь лук отправляю в измельчитель. И сюда отправляю наш лучок. Накрываю крышечкой. И начинаю измельчать. Измельчили лук. Теперь лук отправляю к фаршу. Лук, конечно, очень хороший и полезный овощ, но от него хочется... Не хочется плакать. К фаршу добавляю черный перец, соль и специи. Специи можно добавлять любые, на ваше усмотрение. Теперь это все перемешаем. Немного отобью фарш. Брезоль буду начинять шампиньонами. Шампиньоны я промыла и порезала. Теперь обжарю. Пока обжариваются шампиньоны, я нарежу огурцы и помидоры. Они тоже пойдут в начинку. Вот таким образом я сейчас нарежу огурцы. Получатся маленькие кубики. Сначала на полоски разделяем. А потом вот так режем. Также мелко нарезаю помидор. Посолю и поперчу грибочки. Перемешаю. Сыр сулугуни натираю на терке. Укроп мелко шинкую. Приготовим чесночный соус. Здесь у меня сметана. К ней отправляем чеснок. Теперь сюда же отправляю немного соли и укроп. Все это хорошо замешаю. Чесночный соус готов. Из фарша оформуем котлетку. Вот такой шарик должен получиться. Кладем его на пищевую пленку. Накрываем второй такой же пищевой пленочкой. И раскатываем. К яйцам отправляю соль. Хорошенько взболтаю. Теперь сюда отправляю чуть-чуть укропа. Также взболтаю. Наш омлет готов. Сейчас мы его обжарим. Отправляю в сковороду яйцо. Превратим в губолинчик. Теперь сюда отправляем мясо. Быстро снимаем пленку. С двух сторон обжариваем бризоль по 5 минут. Перевернула бризоль. Он получился очень румяным. Вторую сторону обжариваю тоже 5 минут. Все ингредиенты готовы. Теперь собираем наш бризоль. На бризоль выкладываю чесночный соус. И распределяю. Добавлю еще чуть-чуть. Хочу отметить то, что из данного количества ингредиентов у меня получилось 6 бризолей. Теперь на соус я выкладываю сыр. На сыр выложу грибочки. Дальше идет помидорка. Равномерно распределяю начинку. Я, пожалуй, добавлю еще немножко помидора. Сюда теперь отправляем огурцы. Бризоль собран. Теперь заворачиваю его в рулетик. Вот и готов наш бризоль. Сейчас я хочу его сверху полить кетчупом. Вот и готова наша бризоль. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Также она получилась очень-очень вкусной. В качестве гарнира я решила к бризоли добавить макарошки. Я всем рекомендую приготовить такое блюдо. Оно вам точно понравится. А мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.